Приветствую вас, и может быть, конечно, и так, что вам нужен врач, может быть. Но я бы не спешил назвать вас больной, я бы не спешил говорить о том, что у вас есть диагноз, потому что диагноз повесить, поставить очень легко, вот, а вот жить с этим диагнозом, ну, достаточно сложно, бывало. Поэтому давайте мы с вами пока что будем исходить из того, что мы не больны. А то, что происходит, есть не более чем защитная реакция вашего организма, вашего сознания на те или иные события, которые, ну, происходили или продолжают происходить в вашей жизни. То есть, пока что, я предлагаю вам, ну, опираться на это. То есть, не знаю всей картины, да, не знаю всей ситуации в целом, не знаю вас, я не думаю, что ставить диагноз – это, ну, хорошая идея. Вот. Потому что есть риск того, что это не так, не так, вот, а вы, соответственно, воспримите это как правду и будете уже думать, что вот вы действительно больная и так далее, и так далее, и так далее. Значит, первое, с чего следует начать, на мой взгляд, это с того, чтобы определить, с какой момент у вас все это началось. Либо похоже все, вот, по описанию, да, по описанию, похоже все на уход. Вот, уход от реальной жизни, уход от реальных, значит, событий, вот, уход в, соответственно, воображаемый мир, иллюзорный мир. Туда, где легче, где проще, ну, где понятнее и так далее. То есть, мне кажется, что от чего-то выбежите. Это вот первое. Ну, понятно, что нужно здесь выяснять. Значит, мало воздуха, я не дышу, задыхаюсь, это па. Похоже на па, то есть, панические атаки. Ну, вот, вы, как бы, себя зажимаете. Да? Ну, вот. Запрещайте себе дышать. Значит, соответственно, здесь я бы проанализировал ваши отношения, например, с, ну, допустим, с окружающими людьми. Да? Ну, вот. Как, как они у вас, эти отношения вообще выстраиваются? Хорошо ли? Вот. Что вы думаете о себе вообще? Что есть? Ну, считается ли вы, например, что имеете право на то, чтобы жить? Вы считаете ли вы, например, что вы достойный член общества, член, например, там, ну, своей семьи, допустим, допустим, или что-то в этом роде. Если нет, да, если вы так не считаете, то, что, соответственно, вот она причина, по которой все это происходит. То есть, если вы делаете, это подтверждаете, да, именно подтверждаете, подтверждаете то, что о вас по сути думают или могут думать, ну, другие люди. Вот. И своими действиями вы, значит, ведете себя к тому, чтобы в конечном итоге, например, сказать, ну, да, да, я такая, вы были правы на мой. На мой счет, вы были правы на мой счет, я действительно, вот, ну, такая, я действительно, там, недостойный, например. Или я действительно, хуже, например. Вот. То есть, тут вот нужно выяснять, да, тут нужно выяснять, откуда вы, собственно, взяли это все, ну, то, что вот говорит, откуда все это взяли. Вот. Вот. Значит, это такой момент. Тут вы запрещаете себе жить. Это явный посыл к смерти, ну, к разрушению, к смерти. Вот. Считается, что у человека две основные движущие силы, да, это либиды, стремление созидать и мартиру. Стремление разрушать, уничтожать и так далее. И вот, соответственно, у вас в большей степени развита именно мартиру, в данном случае, да, ну, проявляется так мартиру, чем либид. Сибиро подавлено. У вас. То есть, не сказать, чтобы, может быть, сильно, да, но подавлено. Довольно так, ну, серьезно. Я полагаю, что спорить с этим вы не будете. Вот. И, соответственно, это первое, с чего я бы начал, да, то есть, вот, ваше представление о себе, что вы о себе думаете, что вы, как вы себя воспринимаете, как вы себя видите, вот, и так далее. Дальше. 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 Слушайте, еще бывает, что как будто не реально, что все как будто не реально, как будто я умерла. Нет. Понимаете, когда человек умирает, он реальный мир видеть вообще, говоря, перестаёт совсем. То есть, реального в этот момент для человека ничего нет, вот, совсем, именно реального. Поэтому то, что вы чувствуете нереальность или дереализацию, как вот её так по-умному называют, значит, психологи, вот, дереализация, это не означает, что вы умерли, на самом деле. Это означает, что вы ушли от реальности, это да, это так, но вы не умерли, вы не умерли. Смерть это совсем другое, совсем. Поэтому здесь я вынужден с вами не согласиться. Другое дело, что вы хотите умереть, например. А, я вам верю. Да. То есть, вы желаете, может быть, умереть. Вот. Это да. В этом я вам, ещё раз повторю, в этом я верю вам. Верю в то, что вы хотите, вот, умереть. Ну, опять же, ситуация здесь такова, что, скорее всего, это не ваш, не ваш посыл, скорее всего, это не ваши мысли. Вот, скорее всего, это мысли других людей, которые посылали вам эти посылы и говорили, что вы, что вы какая-то, ну, не такая какая-то, неправильная, может быть. Да. Вот. В следствии чего вы и стали думать, думать о том, что, может быть, было бы лучше, если бы я умерла. Вот. А, я верю вам, что, что это действительно происходит. Вот. Но, тем не менее, реальный, реальный, или, лучше сказать, реальнее, ситуация от этого не становится. Поэтому, смерть ваша, это, скорее, проекция ваших же желаний. Вопрос, конечно, заключается в том, что для вас это значит. Смерть вы воспринимаете как что? Как избавление. Или как своё предназначение. Или как спасение. Вот. То есть, это, вот это реально нужно понять вам. Вам нужно это понять. Вам нужно с этим разобраться. Дальше, значит, воображаем мир, или ещё не могу выйти. Ну, понятно, это уход в реальность. Иногда бывает всё тупо. Лежу, ничего не делаю, просто там, в своём мире. А, подумайте, Сабир, а какую выгоду вы получаете от накождения в этом мире? Ну, вот, в этом, может быть, нереальном мире, да, если угодно. Вот. Какую выгоду конкретно вы получаете от этого? Именно выгоду. Что вы получаете от наказания в этом мире? Вы можете выйти из этого мира? Можете. В этом нет проблем. Я более чем уверен. Выйти можно. Вопрос в другом. Для чего? Вы понимаете? Какая история? Вот. Выходить для чего? Мотивация? Какая? Вот. Нет мотивации. Скорее всего. Скорее всего, мотивации выходить попросту нет. и из того мира, в котором вы находитесь. И поэтому вы в нём, вы не можете выйти. Чтобы была мотивация, нужно разгрузить давление, давление, которое на вас сейчас очень сильно идёт. Вот. До тех пор, пока давление на вас идёт, я думаю, что, в общем-то, так вот вы и будете в этом мире находиться. Кажется, что всё это как бесконечная петля, ничего не чувствуешь, ни боли, ни радости, ни интереса к чему-либо, как будто всё это не настоящее. Ну, здесь чувства ваши подавлены, то есть, своим чувствам выхода вы не даёте, как это, на мой взгляд. Очевидно, да, своим чувствам вы не даёте выход. Абсолютно. Вот. И, собственно говоря, вот, по этой причине, значит, ну, из-за этого у вас и возникают такие вот сложности, такие проблемы, скажем так. Вот. Понимаете? Такая история. То есть, мне кажется, что, как бы, генезис проблемы, да, развитие проблемы, оно в этом. Подавление чувств. Вопрос здесь, конечно, заключается в том, кем вы подавляете свои чувства. Именно кем вы их подавляете. То есть, то, что это делаете не вы, это для меня, ну, очевидно. То, что это делаете не вы. Ну, вы, ну, вы не могли, не могли, не могли вы, значит, подавить свои чувства. Сами. Никак. Это невозможно. Значит, кто-то подавил их. И мне думается, что начинать нужно, в первую очередь, именно с этого аспекта. С аспекта того, кто, почему и для чего, значит, подавлял ваши чувства. С аспекта того, чтобы вы сами, да, чтобы вы сами увидели, когда это происходит, почему это происходит. И так далее. Вот. И когда вы приняли решение воспринимать это всё так, вместо того, чтобы действовать иначе. Дальше идём. Так, ощущение, что уже было такое, это постарается, и в реальности я уже знаю, что будет как. Ну, это, в свое роде, цикличность. То есть, повторение одного и того же. Это нормально? Я бы не сказал, что есть что-то нормальное или нет. Я бы сказал, что для вас это, очевидно, деструктивно. Деструктивно. Потому что вызывают определённые негативные всё-таки чувства. Ну, вопрямо то, что вы ничего не чувствуете, да, вот, например, с какой стати вы должны чувствовать боль. Да. Как вы относитесь к болью? Что вы можете о ней рассказать? Допустим. Про радость тоже самое. Что такое интерес? Как вы его понимаете? Что он для вас значит? Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Как мне быть впечатливым? Работать над собой вместе со специалистом. Я не сказал бы, что обязательно с психологом, да, потому что, ну, непонятно, конечно, какая у вас картина. То есть, картина того, что с вами происходит, она не совсем понятна мне. Лично мне. Вот. Её нужно прояснять, но то, что работа над специалистом, нужно это совершенно однозначно. Совершенно точно. Вот. Вопрос только в том, с каким. Вот. Ну, я сперва рекомендую всё-таки психолога, потому что, как бы, начинаем сначала. Да? Вот. То есть, ну, не нужно сразу, да, вешать на себя ярлык болезни. Как вот? Вот. Повесить ярлык легко, жить с ним тяжело. Тяжело, тяжело. Вылечить болезнь можно, любую болезнь, ну, можно либо вылечить, либо купировать, купировать. Вот. Но. Но. Ярлык, который вешается в человеку, вот. Он, как правило, довольно тяжело отходит от него. Потому что ярлык – это нечто болезненное, это нечто такое предопределённое. Это то, что, к сожалению, у других людей порождает стереотипы. Ну. А для того, чтобы стереотипам противостоять, или лучше сказать, чтобы с ними всё существовать, необходимо определённый ресурс, которого у вас, конечно же, может не быть. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!